привет друзья рад приветствовать вас на канале капитан герман и вы помните в одном из прошлых выпусков у меня был не очень удачный день когда мотор умер и прочее прочее и я поехал на рыбалку так вот рыбалка у меня тогда не задалась и так у меня есть сатисфакционный набор креветки номер раз курица номер два конечно можно съесть и креветки и курицу самостоятельно а можно ее выменять на рыбу и вот сегодня у нас будет сатисфакция я буду ловить рыбу и вечером ее готовить я уверен что у меня рыба будет потому что с таким запасом она здесь точно ловится потому что знаю точно ловится и на креветки и на курицу и сегодня у нас будет целый выпуск посвящен рыбалки в общем вот где-то здесь вот в наших краях поехали но прежде чем мы начнем наш рыбальческий выпуск я хочу напомнить вам что нашим партнером является компания aviasales вам нужно лететь для того чтобы половить рыбу пожалуйста сайт приложения и билетик уже у вас а я напоминаю что у aviasales есть предложение для юридических лиц вся рутина связанная с командировками может быть на плечах вашего партнера и вместо того чтобы сидеть вот так вот и ждать свою рыбу вы сидите и занимаетесь бумагами так вот этого делать лично не нужно есть надежный партнер который с этим справляется поэтому aviasales а мы забрасываем курицу мотор маленький поэтому далеко мы никуда уехать не можем черепашка зайчик я не уверен что заяц в панаме это легально короче вот я бросил якорь на мелко мы сейчас чуть-чуть отъезжаем будем между вот этих вот всех прифов стоять посредине я буду сбрасывать курицу ну где-то так снасть у нас простая груз крючок и все ну в общем где-то так теперь ждем здесь глубина нормальная рыба эту еду любит поэтому у нас есть все шансы постоянно наживку объедают прямо закинул съела но меньше крючки не имеет смысла потому что нам нужно рыбать и маленькая а большая и и здесь реально много и дают у меня есть подозрение что рыба тут очень мелкая поэтому я сейчас съездим на ту сторону рифа и побросаем там что обычно когда рыба есть в нем сразу идут поклевки а тут вообще ничего и просто вынимаешь пустые крючки проверяю нет здесь же рыба есть любыл надо было пиво взять у нас всегда есть план б мы можем рыбы наловить даже не выходя с лодки она обычно там на закате и уже когда темно ловится но есть рыба которая ловится и когда светло тем не менее а в этом месте его даже не едят короче вообще ничего не ловится сейчас придумаю в какое место в другое надо будет съездить там все позабрасывают и выловить всех всех до единого этих гадких карасей потому что они но есть подозрения что конечно день но в нем тут так же нормально ловит как вы понимаете многие вещи нашему нас могут расстроить но далеко не остановить поэтому мы продолжаем заниматься тем чем мы занимались просто будем делать это с борта лодки потому что здесь у меня ранее получалось нормально ловить и мне кажется что креветки в данном случае прямо пойдут отлично я бы во всяком случае креветки ел а я знал что у нас почему-то она здесь с лодки всегда ловится лучше всего мне кажется пришло время эту рыбу разделать кстати да 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 надо было сделать просто раньше раньше начнешь быстрее напьешься пошла рыбалка и никуда ездить не надо караси не дают даже времени пиво сделать глоток ужасные и ловятся и ловятся вот рыбалка же есть есть и ездить никуда не надо одни плюсы эти караси просто очень колючие и если их брать руками то будешь подраны поцарапаны поэтому нужно брать перчатки это специальная перчатка кевларовая она не режется поэтому можно их лучше в ней и чистить все делать потому что руки потом всех точечку всем порезаны этого можно избежать ростом это вообще меня уже пойдет себе прекрасно а и и и и и и и и и вот это кстати тунец нормально уже наловил себе на ужин мне кажется ненавижу этих тунцов вот он запутал все теперь надо играть все распутывать сидеть и причем он вторая где-то тут валяется короче гаденыш и за это я тебя съем после того как рыба наловлено ее нужно естественно приготовить у меня было в планах ее готовить вчера на ужин но к сожалению пошел дождь а погода у нас сейчас вот такая висят такие тучи и дождь может пойти в любой момент так вот сегодня будет обед и это наверное даже лучше потому что в темноте готовить вы будете видеть меньше готовимся и жарим это все пойдет на жар красота красота так ну что это все готово теперь мы берем фольгу и застилаем здесь то место где будет жариться овощи у нас как назло пошел опять дождь как гадость а очень не люблю дождь ну вот где-то так оно и получается что-то мне подсказывает что будет наверное чуть-чуть многовато но много не мало а пока у нас жарится что у нас здесь нет что у нас там не забудьте подписаться лайки коменты и так вот так 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 вот и так что у нас обед мы сегодня будем ром или все-таки обеденная вино я думаю что дина совершенно не обидится если мы воспользуемся и и бокалом хрусталь так что мы кстати пьем савиньон бланк вино бланку 2000 на секунду 20 года урожай я люблю очень молодые вина те которые прямо такие не насыщенные а вот молодые молодые я вино вообще небольшой любитель но где-то так вообще не люблю сезон дождей мне не нравится то есть многие говорят что в этом есть какая-то романтика да наверное можно сидеть прикольно вот там с бокальчиком вина смотреть на все что вокруг происходит но для меня сезон дождей это всегда слишком много разных усилий связанные вот гриль начал готовить все заливает постоянно нужно использовать кондиционер потому что влажность если кондиционера нет хочется свежего воздуха открываешь окна начинается дождь открыл закрыл открыл закрыл сейчас дождь закончился то есть пошел открывать через две минуты начался пошел короче фигня полная ладно мы не для этого здесь с вами здесь находимся предлагаю попробовать рыбу все вот этих вот всяких тунцовых я не очень люблю я больше люблю вот эти мелкие потому что вот эта рыба это окунь парго роху то есть red snapper или красный окунь это что-то на базе тунца вот тунец как бы как подошву обычно его нужно готовить либо ну совсем чуть-чуть в общем мне не нравится у меня наверно будете спрашивать кто же жарит огурцы на самом деле в азии огурцы жарятся практически всегда это только у нас почему-то их едят только как салатное блюдо а вообще огурцы прекрасно жарятся они такие становятся насыщенные добавляют в блюдо больше такой ну жидкости потому что если жарить или грелить все получается достаточно сухое огурцы получаются как помидоры содержат в себе влагу из-за этого вкусно обед становится интереснее кстати овощи с лимоном тоже очень вкусно и итак с чего начнем парго роху это самое дорогое блюдо здесь вообще парго роха парго роха это самое дорогое блюдо здесь общие в панаме потому что он высоко ценится за счет того что он очень вкусный и сочный я считаю прекрасная еда до середины дня эти мухи только задолбали это моя еда не отдам может быть из-за того что сейчас сезон они просто в огромном количестве просто замучили уже сегодня меня в обед вчера не было такого свинишка караси прямо отлично у парго роха совершенно нет костей то есть просто как филе его ешь все рыба вот вся хороша но все что тунецеподобные они что-то среднее между рыбой и мясом я все-таки люблю если рыбу так больше рыбу если мясо так больше мяса но это тоже вполне съедобен и вполне хорош пак чой пак чой на гриле редко кто-то делает кстати с рыбой можно есть вот такую штуку это прямо огонь огненный вы по цвету я думаю видите берем карася макаем аж пальцы побелели на руках на ногах наверное тоже ну я думаю что с рыбой с рыбалкой все сейчас понятно друзья не забывайте подписываться на канал для нас это важно я думаю для вас это тоже интересно не забывайте ставить лайки пишите комменты вы просили рыбалку вот рыбалка а сейчас есть такая популярная тема catch and cook может быть иногда мы будем делать небольшие ролики на эту тему я вас буду радовать рыбалкой еще раз подписываемся и до скорой встречи на следующей неделе пока пока